Шалом, друзья! Сегодня 23 число месяца Сиван, и мы продолжаем говорить о единстве и неизменности Творца. Итак, мы смогли понять, что Всевышний не потерпел изменений после создания мира, и творение не преуменьшило его силу и не изменило его возможности. У людей можно разделить между человеком, знающим, разумом, инструментом познания и предметом, познаваемым. И они не едины. У Всевышнего же все они одно и то же. Это простое единство. То есть не три раздельных, но объединенных вещи, а просто изначально единое целое. Если человек сидит и воображает что-либо в своем мозгу, можно сказать, что есть воображающий человек, есть мозг, посредством которого он воображает, и есть картинки, появляющиеся в его воображении. Три раздельных сущности. У Всевышнего же все эти три части едины. Когда Всевышний воображает наш мир, нас, то он, воображение и мы единое целое. Поэтому мы говорим, что мир не добавляет и не убавляет и ничего не меняет в сознании Всевышнего. Мир это не что-то, находящееся за пределами Всевышнего. Всевышний не смотрит на мир снаружи. Если бы это было так, можно было бы подумать, что мир меняет его сознание. Но так как он и мир единое целое, это не производит в нем совсем никаких изменений. Хорошего дня, друзья. И до новых встреч. Момент мудрости Сколель Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.